Прямой эфир ответов на ваши вопросы. Так, сам первый вопрос, который мне задали. Здравствуйте, слышала, что 100% психически здоровый человек, человек без характера, гибкая психика без фиксации на поведенческих стратегиях. Простите, человек без характера и гибкая психика без фиксации на поведенческих стратегиях, это немножко разные вещи. Их нельзя перечислять через запятую, они отличаются одно от другое. Получается, такой человек не будет иметь романтической любви, так как у него как бы нет фиксированного архетипа аниме-анимуса. Что значит фиксированного? А какой еще бывает архетип? И что значит нет архетипа аниме-анимуса? В таком случае нет вообще даже какого бы то ни было гендерного различия. Типа совершенного человека-монаха, который любит людей, но без брака. Ну, вы знаете, у вас такой ком, который вот прям вот надо разбирать, разбирать, разбирать. Ну, хорошо, давайте я попробую все-таки ответить на самые основные вопросы. Тем более, что вы первый человек здесь, который его задал. Видимо, задолго до ищи разделов это. Значит, ну, во-первых, 100% психически здорового человека не бывает, так же точно, как не бывает 100% физически здорового человека. Обязательно все время в организме что-то происходит. Значит, гибкая психика без фиксации на поведенческих стратегиях означает мне что иное, как предельную адекватность. Да, то есть, вот что такое гибкая психика без фиксации на поведенческих стратегиях лучше всего? На этот вопрос, на мой взгляд, ответил один дзенский наставник, когда его спросили, что такое учение всей жизни. Он сказал, это сказанное от места слова. Психотип вообще вот и фиксация на поведенческих стратегиях, они как-то проявляются, выявляются именно тогда, когда они носят неадекватный характер. А когда человек предельно адекватен и когда он уместен, то это, собственно говоря, и есть вот эта самая гибкая психика. То есть, человек находится в настолько глубоком контакте с окружающей следой, с окружающим его миром, насколько он находится в таком же глубоком контакте с самим собой. Здесь, конечно, действует твердое правило, чем выше уровень контакта с самим собой, тем более адекватный и глубокий характер носит контакт с окружающим его миром. Назвать такого человека человеком без характера, ну, знаете, язык не повернется. Потому что вот таких людей, как раз им легче всего сказать нет и проявить свой характер в тех ситуациях, когда они носят уместный характер. Простите за игру слов. Получается, такой человек не будет иметь романтической любви, так как у него нет фиксированного архетипа. Типа совершенного человека-монаха, который любит людей, но без брака. Может быть, вы имели в виду не фиксированного, а спроецированного архетипа. Спроецированного наружу архетипа у него не будет. И таким образом, значит, не проецируя свой архетип наружу, он не будет влюбляться в объект своей проекции. Но я могу вам сразу сказать, что это... Такой момент не имеет отношения к психическому здоровью. Такой аспект имеет отношение к уровню своего собственного психологического развития. И да, здесь, к сожалению, вообще есть очень большая путаница, потому что проводить параллели с физическим здоровьем не всегда корректно. Психическое здоровье иногда предполагает все-таки не просто что-то на моменте фиксировано. Вот сделали срез человека, посмотрели его, ну как это сказать, зафиксировали, да? Хорошо зафиксированный пациент, анестезии не нуждается. Вот таким образом посмотрели, ну да, психически полностью здоров, все отпускает. Психика это все-таки очень динамическая среда. И самое главное, что в ней должно вносить здоровый характер, это какие-то устремления. Если есть какая-то заточка на развитие, какое-то желание развиваться, то это уже самый первый показатель здоровой психики. А если человек со всех сторон адекватен, но при этом у него нет никакого запроса на развитие, то в этом случае рано или поздно жди возникновения у него тех или иных проблем. Психика, повторюсь, очень-очень динамична. То же самое касается и физического здоровья в какой-то степени. Если человек физически абсолютно здоров, это вовсе не значит, что он может есть все, что хочет, и пить все, что хочет. Им нужно постоянно поддерживать баланс, гомеостаз вот этого своего физического здоровья. То же самое относится и к психическому. Что касается совершенного человека-монаха, который любит людей, но без брака. Ну, простите, такой совершенный человек-монах должен быть как минимум кастрированным. Для того, чтобы у него не было никаких запросов совершенно ни на что. Понимаете, нашими архетипами движут силы очень могущественные, очень сильные. Они расположены в том числе и внутри нашего организма, не только в одной нашей психике. Поэтому вот такой человек-монах, который любит людей, но без брака, он может быть действительно каким-то образцом совершенства. Только в том случае, если он прошел длинный и трудный путь своего собственного развития. Ну, что касается более глубокого погружения вот в эти самые архетипы, анимо-анимус, там два парных архетипа. Анимо-анимус, тени-персона. А архетип самости не парный, но ему противостоит архетип я, но не такая парочка странная. То, значит, у меня разрабатывается сейчас пицц-курс, посвященный как раз именно базовым архетипам коллективного бессознательного Юнга. И я планирую выпустить его в мае. Там, конечно, в конце мая. Там, конечно, эти вопросы будут освещены гораздо-гораздо более широко и более глубоко. Так, здравствуйте, выписываю слова критика и в ответ пишу поддержку себе. На днях критик встал на мою сторону, стал защищать удививо. Очерпаю силы из этого сопротивления и преодоления, где их брать потом? Довольно странный вопрос у вас, очень эгоцентрично сформулированный. Про какого критика вы имеете в виду? Про внутреннего критика или про внешнего критика? Каким образом он встал на вашу сторону и начал защищать? Внутренний критик обычно этого не делает. Значит, это какая-то другая сила. Если это внешний критик, то тогда это какая-то ситуация, которую вы просто не описали. Достаточно, чтобы в ней понять. Черпаю силы из этого сопротивления и преодоления. А где здесь сопротивление и где преодоление в том, что вы выписали? Где их брать потом? С какой стати вы взяли, что они потом у вас иссякнут? В общем, у вас очень эгоцентричный вопрос. Я попрошу вас сприть его более внятно и разумно формулировать. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Привет, пацаны. Передо мной стоит выбор направления модальности психологии. Нравится ТА, но там не прорабатывает травмы, как учите вы. На самом деле прорабатывает. Прорабатывает на более глубоких уровнях его прохождения. Посоветуйте, пожалуйста, направление, где будут учить работе с бессознательными травмами и как жить в настоящем. Спасибо вам за ваш вопрос. Вообще, у меня такое ощущение, что на моих прямых эфирах больше половины тех, кто на них приходит, это мои коллеги, так или иначе. Потому что вопросы задаются очень-очень профессиональные. С одной стороны, меня это радует, что я так пользуюсь такой популярностью у коллег и меня спрашивают в каких-то затруднительных случаях, интересуются моим мнением. С другой стороны, тут есть проблема, понимаете, она заключается в том, что как быть остальным слушателям, которые пришли просто послушать что-то и задать вопрос какой-то на конкретную психологическую тему. И послушать что-то про психологию в популярном ключе в плане того, что можно применить по отношению к себе. В общем, здесь есть некоторое противоречие, надо будет над этим подумать. Может быть, начать выпускать прямые эфиры специально для коллег. Ну вот в вашем случае, может быть, даже выпустить вебинар, где будут разбираться различные психологические школы. Вообще могу вам сказать, что психологические школы отличаются не потому, с какими именно проблемами они работают, а с какими не работают. Мне там отличие немножко другое. Они отличаются потому, как они концептуально смотрят на эти проблемы. И самое главное, конечно, это то, какие инструменты они используют для их работы. Что касается транзактного анализа, там прорабатывают не только травмы, но и более того. Транзактный анализ утверждает, что он даже может работать с шизофренией и с различными видами достаточно глубоких психологов. И, так сказать, вылечивать их. Ну, в принципе, этому можно поверить, потому что Эрик Берн начинал вообще как психиатр, как клинический психоаналитик и как психиатр. А только потом он уже отошел от психоанализа. Но он отошел от него не потому, что он перестал интересоваться глубокими травмами, а потому что он, на его взгляд, обнаружил более эффективные и успешные способы исцеления этих травм. Значит, бессознательная травма – это само по себе понятие, которое уже некоторые психологические школы не будут принимать. И если вы уже используете именно такое словосочетание, то в этом случае я бы вам посоветовал бы, конечно, психоанализ. Ну, тут надо смотреть, где и какой классический психоанализ Фрейда, не психоанализ или аналитическая психология Юнга. На самом деле нужно смотреть не потому, что с чем прорабатывается, а потому что вам на душу ложится. Понимаете, кому-то нравится юнг-янская глубина и кросс-культурные параллели. Тогда, конечно, глубинная психология Юнга. Кому-то нравится, что все очень просто и понятно, и не нужно очень сильно углубляться в пациента. В этом случае когнитивно-апеведенческая терапия. А кому-то еще что-то нравится. В разных случаях по-разному. При этом могу сказать, что некоторые школы действительно хорошо работают с одним типом проблем человека, а другие школы хорошо работают с другим типом проблем. И поэтому хороший психолог, он не гнушается использовать техники и из других школ. Хороший психолог должен быть таким политехническим товарищем. В принципе, проводили исследования успешных психологов из самых различных школ. Брали и смотрели то, как они работают. Именно успешные психологи. Выяснилось, что практически все работают одинаково. То есть внимательное, вдумчивое, глубокое отношение к своему клиенту, какие-то невербальные сигналы, которые к нему посылаются, искусство ведения диалога. Это все, в общем, на самом деле очень близко и очень похоже. А концептуальные различия, они лежат на поверхности. Если погружаться в глубину, то там они постепенно начинают пропадать. Поскольку уже тогда технику и практику работы психолога начинают диктовать именно психи, как говорил Юнг, психи, да, или психика пациента. Если психопат, ой, опять психопат, не испытывает эмоции, почему тогда он стремится к власти по жизни? Разве ему без эмоций не должно быть все равно, как жить? Ну вот, это как раз типичный пример профессионального вопроса. Вы часто встречаете в своей жизни психопатов? Они часто встречаются, ну, знаете, в тюрьме они часто встречаются. И как это, не парадоксально звучит, согласно последним исследованиям, они часто встречаются во власти. Вот. Эмоции психопаты испытывают самый разнообразный широкий спектр. Вы перепутали, единственное, что они не испытывают, они не испытывают эмпатии. Они не могут почувствовать другого человека, они совершенно не чувствуют. Психопаты, они, знаете, вот как будто у них кастрюли на глади. Даже не кастрюли, а бочка. Вот бочку оденьте и походите какое-то количество времени в этой бочке, там, по улицам еще где-то. Вы начнете чувствовать именно то, что чувствуют психопаты. Поэтому единственное, что он чувствует, эмпатические психопаты. Вот это действительно так. Он чувствует боль других людей. Вот боль он чувствует. И поскольку это единственное, что он чувствует, то это то, что доставляет ему удовольствие. По этой причине, значит, он испытывает, он чувствует боль других людей как какой-то ресурс. И стремится его из них выколотить. Ну, я говорю о патологическом градусе развития, о психопатии, да, то есть тогда, когда, например, человек становится серийным убийцей или маньяком. Да, он издевается над людьми именно для того, чтобы они испытали как можно боль, и он тогда начинает хоть что-то чувствовать и какое-то облегчение себе таким образом доставляет по жизни. То же самое касается власти. Власть очень хороший рычаг. Во-первых, насладиться своей крутизной, потому что у психопатов одна из качественных отличий, их девиаций, их патологий, скажем, от аутизма, как раз заключается в том, что они, ну, очень высокого мнения о себе. Это вот, как говорил один мой коллега, психиатр, классический случай, мания величия на фоне умственной отсталости. То есть вот это свое убожество и неспособность чувствовать психопаты компенсируют в крайне высшей степени высоким самомнением и высокой самооценкой. Соответственно, да, стремятся поддержать всеми возможными способами, используя все возможные ресурсы. Прежде всего материальные, властный ресурс точно так же туда идет в это дело. Эти психопаты действительно близки к нарциссам, похожи на них, хотя внутренне, по внутренней структуре психики отличия, конечно, гораздо больше, чем сходства. Может психопат не испытывать эмоции? Эмоции-то вроде есть. Ну, конечно, не может. Он не испытывает сочувствие, сострадание. Интересно было бы пообщаться с чистым психопатом в нормальном положительном мышлении. Вам будет сложно найти чистого психопата в нормальном положительном мышлении. Он, правда, его для вас сымитирует, для того, чтобы затянуть вас в своей сети. Как только почувствует, что вы в них попали, то он вам тут же начнет показывать свое истинное лицо. Поверьте, пожалуйста, психопаты не настолько интересные люди. И когда с ними чуть-чуть побольше общаешься, то просто начинаешь чувствовать их какое-то вот убожество и одномерность. Понимаете, они переступают границы дозволенного и чего-то достигают благодаря своей беспринципности только потому, что они видят мир очень плоско-двумерный. И сами они тоже такие же плоские и двумерные. Поговорить с психопатом о какой-то глубине будет непросто. То есть он может начать этот разговор, но через какое-то время вы почувствуете в нем что-то неживое. Что-то такое вот как резиновое какое-то, непонятное что. И я думаю, что пообщавшись с чистым психопатом, вы достаточно быстро утратили бы интерес к этой категории девиантности. К этой категории людей. Здравствуйте. Можно ли самому практиковать Эриксоновский гипноз, например, с целью снизить вес? Интересно ваше мнение о таком гипнозе. Спасибо. Спасибо, Лидия, за ваш вопрос. Ну, понимаете, чем отличается Эриксоновский гипноз или в нашем профессиональном кругу его называют недирективное сугерстие? Он отличается тем, что с пациентом идет достаточно глубокий диалог. То есть там нет просто такого прямого воздействия и изменения каких-то установок через коленку. Я лично использую Эриксоновский гипноз и вот этот вот транс, который Эриксон вводил своих клиентов, для того, чтобы человек смог увидеть, узнать и осознать какие-то скрытые и выписанные от себя мотивы своего поведения. То есть вот в моей практике, в моей работе он очень часто играет роль именно диагностического инструмента. А какого-то психотерапевтического инструмента он играет роль только тогда, когда установки настолько мощные и негибкие, что каким-то образом иначе их поменять уже представляется крайне затруднительным и маловероятным. Искусство Эриксоновского гипноза сильно отличается от искусства обычного гипноза. Нужно очень искусно вести пациента, очень хорошо владеть словом, очень хорошо владеть словом необходимо, чтобы работать в технике Эриксоновского гипноза. И вот это вот ведение, вот мне даже интересно, как вы будете сами себя вести. Наверное, каким-то образом это можно сделать. Но для этого нужно быть действительно очень-очень-очень хорошо подготовленным специалистом. Вот. То есть, фактически, вам будет легче и дешевле критик такому специалисту он вам это проведет, чем самому получать такое образование для того, чтобы самому провести этот гипноз корректно. Подчеркну, корректно. Потому что, а не корректно, конечно, через коленку вы тоже и себе можете провести. Но каковы будут последствия, за это никто уже поручиться не сможет. Так, я так понял, что гипнозы тоже фиксация, антификсация. И фишка в том, чтобы не концентрироваться, не заморачиваться вообще. Так, ну вот, я смотрю, что Деня Ленин очень часто уже начинает комментировать вопросы, которые задают другие слушатели. Но, вы знаете, я бы все-таки хотел попросить вас использовать чат, которым эти вопросы задаются, именно для того, чтобы их задавать. Если вы чувствуете, что вы в силах отвечать на подобного рода вопросы, то просто у себя на своей страничке создайте вот такой вот чат, проведите вот такой вот прямой эфир. Ну что, вполне вероятно, что у вас и может и получится. Здравствуйте, как поддержать мужа-нарцисса на его пути к излечению? Ой, куда-то. А! Простите, вот один раз колесико нажмешь и проскакивает наверх сразу очень сильно. Да, на его пути к излечению в терапии. Вы знаете, вот по своему опыту могу сказать, что здесь поддержка должна носить двойственный амбионентный характер. Она должна носить, она с одной стороны должна быть теплой, то есть не должно быть холодного отвержения, а с другой стороны она должна быть честной. То есть что-то спускать с рук и как-то потакать вот этому своему мужу-нарцису вам ни в коем случае нельзя. То есть, вообще говоря, вот поддержка партнера-нарцисса, она настолько должна носить сложный нелинейный характер, что по идее вам может быть даже имеет смысл прийти к психологу на один сеанс, просто получить инструктаж, как вести себя со своим мужем-нарциссом тогда, когда он проходит эту самую терапию. Но основные моменты я уже указал, их два. Первое, с одной стороны, тепло, с другой стороны, ничего не спускать с рук. А с третьей стороны, да, ну это как с первой стороны, при этом показывает, что когда он выводится на чистую воду, все манипуляции вскрываются, то вы все равно продолжаете его принимать. Это очень сильно расслабляет и помогает бросить вот этот кокон нарциссизма, нарциссический кокон. Так, ну, капля воздуха очень хочет задать вопрос, ну так, если хотите, то задавайте. Как бросить грызть ногти взрослому человеку? Грызу с четырех лет, что там было, не помню, сейчас двадцать четыре. Ну, вот здесь, это как раз вот тот случай, когда Эриксоновский гипноз может помочь именно в своей диагностической части. То есть, погрузиться в такое глубоко расслабленное состояние и там найти именно тот импульс, именно тот мотив, который заставляет вас к этому обращаться. Что именно он вам заменяет, что именно он вам компенсирует? В качестве костыля чего вы используете вот эту вот технику грызения ногтей? Понимаете, почему их грызут маленькие дети? А, ну, они вообще просто сосут палец. Это, ну, как замена материнского соска. Они это делают для того, чтобы успокоиться. Грызение ногтей – это вот что-то очень похожее. И это просто очень сильно и глубоко автоматизированный процесс. С любым автоматизированным процессом чрезвычайно тяжело работать. Вот, поэтому здесь два момента. Первое – это просто отнестись к этому как к вредной привычке. Ну, вот как, скажем, как курение сигарет. Да, но единственное, что с сигаретами легче, когда просто у тебя нет ее под рукой. То ты страдаешь, но покурить не можешь. Некоторые, я знаю, обматывают ногти этим, как его… Что там отран? А, лейкопластырем, да. Некоторые обматывают ногти лейкопластырем на день. Некоторые там еще как-то поступают. Вот. Ну, в общем, вам придется просто себя контролировать. Либо погрузиться в свое бессознательное и обнаружить там скрытый мотив для того, который вас поддерживает. И понять, что именно вы в себе компенсируете и почему вы таким образом успокаиваетесь. То, что вы это используете для успокоения, это не вызывает сомнений. И его смогли снова подключить. Поэтому те, кто остался и, так сказать, не разбрелся, веря в то, что эфир продолжится, значит, получит награду в виде того, что на все их вопросы будут получены ответы. Да. Значит, как именно не обесценивать человека из-за мелочей? Вам нужно понять, что вот такие вот максималистские требования к своему партнеру, которые ведут к тому, что вы ему не прощаете абсолютно ничего. Вообще вот как есть ничего. Они, конечно же, не могут быть, они связаны с таким феноменом, как идеализация. То есть ваш партнер должен быть абсолютно идеальным. А в том случае, когда он не идеальный, он подвергается мгновенной и моментальной процедуре обесценивания. Вот попробуйте смотреть на то, что с вами происходит именно через эту призму. И, прежде всего, конечно же, вы уже сделали первый шаг на решение своей проблемы, который заключается в том, что вы, так сказать, уже начинаете осознавать, что это обесценивание не имеет объективного характера, а что оно исходит от вас, и что оно вносит субъективный характер и не относится к партнеру как таковому. Вам нужно просто продолжить идти в эту сторону и увидеть в этом исключительно только свою долю ответственности за то, что происходит. И снова здравствуйте, Эльвира, да, и снова здравствуйте. Спасибо большое, видите, вот первый раз за все время проведения прямых эфиров случилась такая техническая неполадка, причем настолько колоссальная, что не было никакой возможности его продолжать. И по закону подлости сразу же после того, как мы нажали кнопку завершить трансляцию, свет дали и все заработало. Так что это очень хороший урок именно в плане того, что нужно верить в свою судьбу и в то, что обстоятельства могут измениться к лучшему до самого последнего мгновения. А какая-то, так сказать, приступ малодушия, может все закончится очень неблагоприятно в этом случае. Здравствуйте, Александр, может ли нарцисс быть искренним? И что происходит в его душе? И как происходит коллапс сложного эго-нарцисса? Вы задали три разных вопроса, каждый из которых достаточно большой по своему объему. Понимаете, может ли нарцисс быть искренним? Да, конечно, нарцисс может быть искренним. Но чаще всего нарцисс искренне врет. То есть он может искренне лгать. И, к сожалению, у нарцисса есть такое свойство – верить в то, что он говорит. Это качество называется патологической лживостью. Может ли он быть искренним по-настоящему? Это ему чрезвычайно тяжело сделать. Потому что, когда он искренне по-настоящему, он чувствует себя раздетым, как без кожи. И испытывает неподдельную, невыносимую боль. Поэтому таким действительно искренним при разговоре о своих проблемах нарцисс может быть только тогда, когда ему очень больно. И когда желание и потребность преодолеть свой нарциссизм в нем чрезвычайно-чрезвычайно велики. Но, к сожалению, я не раз становился свидетелем нарциссического раскаяния, когда нарцисс прям слезами горячими обливался, как сожалел о том, что он нарцисс. Но через какое-то время он снова начинал повторять свои нарциссические техники поведения. Как-то одно другому ему не мешало. Так что насчет искренности нарциссу, с одной стороны, может. С другой стороны, вам не нужно сразу же и безоговорочно начинать ему верить. Что происходит в душе нарцисса? Но на эту тему Анна я достаточно много выпустил роликов. У меня есть целый вебинар, посвященный общению с нарциссом. Там эта тема как-то хотя бы немножко раскрыта. Я так говорю, хотя бы немножко, потому что эта тема чрезвычайно большая. Она необъятная, она глобальная. Количество роликов, посвященных нарциссизму, это, так сказать, подтверждает. И как происходит коллапс ложного эго нарцисса? Вопросы просто потрясающие вы задаете. Но если очень коротко, хотя это очень трудно сделать, то коллапс ложного эго происходит тогда, когда он терпит фиаско и перестает оправдывать те ожидания, которые нарцисс на него возлагает. Его ложное эго перестает справляться с теми задачами, которые его хозяин перед ним поставил. И в этом случае оно комкается и коллапсируется само в себя. Это на самом деле ужасное зрелище. Оно способно довести нарцисса вплоть до суицида. Ну, там психосоматика, всевозможнейшие отклонения. Про это я уже вообще молчу. Поэтому, в общем, ничего хорошего в этом на самом деле нет. Очень редко нарцисс выгребается из подобломков своего ложного эго. Гораздо лучше не доводить дело до этого и демонтировать это ложное эго самому нарциссу или с помощью психолога и психотерапевта, так сказать, аккуратненько, чтобы не было никаких травм и разрушений. Так, как взращивать в себе уверенность и умение отстаивать собственные границы детям критикующих родителей? Ну, я с удовольствием отвечу на ваш вопрос, но у меня к вам сначала встречный вопрос. Анастасия, а как вы детям донесете это знание, вот этим самым детям критикующих родителей? Как вы донесете знание того, как отстаивать свои границы, там, пятилетнему ребенку, который является наиболее беззащитным объектом родительской манипуляции, родительской обесценивающей критики? Или вы имеете в виду подростков, которые продолжают конфликтовать с родителями? Ну, у них уже выработаны свои собственные механизмы противостояния, к сожалению, несущие на себе печать значительной агрессивности, которые потом подростки уже как проблему проносят через всю свою оставшуюся жизнь. Здравствуйте, Александр. Как избавиться от страха отвержения? Из чего начать работу шизоиду, чтобы стать обычным социальным человеком? Здравствуйте, Синк. Ну, вы знаете, я могу вас поздравить, вы эту работу уже начали, поскольку вы уже задались таким вопросом. Вообще, первый пункт – это начать задаться, получить такое желание, такую цель перед собой поставить. Второй пункт – это, конечно, поверить в то, что эта цель достижима. Ну, а дальше уже идет работа по существу, по содержанию. Значит, страх отвержения обладает такой патологической силой воздействия на человека именно потому, что он приписывает причину этого отвержения себе, что это он оказался недостойным, поэтому его отвергли. А других людей он воспринимает просто как пассивных исполнителей, пассивных отражателей даже, можно сказать, его неперфектности. Вот эта вот схема лежит в основании вот этого самого страха. И эту схему нужно будет преодолеть, а после этого уже возникнут какие-то другие вопросы. В лучшем случае это будут вопросы... Не исчезло все на чате. Все, что было. В лучшем случае это будут вопросы, как преодолеть силу инерции. В лучшем случае это будут вопросы о том... Ну, возникнут еще какие-то другие дополнительные осознания, каких-то других дополнительных психотрав, которые необходимо будет так или иначе начинать преодолевать. Так. Так, как стихи встречаются, потому что стихи нет. Те вопросы, которые задавались в предыдущем чате, безвременно погибшим из-за отключения электроэнергии, к сожалению, пропали с экрана. И я приношу еще раз свои извинения за эту техническую неповадку. Я вынужден буду продолжить отвечать на те вопросы, которые появились снова уже на вновь возникшем, так сказать, прямом эфире. Александр, подскажите, пожалуйста, как общаться с матерью-садисткой? Занималась насилием над детьми. Правда ли, что в таком человеке и матери нет? Ну, это какие-то оценочные осуждения, такие очень эмоциональные. Значит, исходя из вашего вопроса, можно сказать, что с таким человеком лучше всего не общаться вовсе. Но если она требует вашего внимания и каких-то ваших ресурсов, еще чего-то, настаивает на этом, то в этом случае вам нужно с ней поговорить и выяснить, насколько она осознала свои ошибки и насколько она в них раскаивается. В том случае, если она их не осознала и в том случае, если она в них не раскаивается, то у вас нет никаких оснований продолжать общение с такой матерью. Подчиненные не справляются с обязанностями. Тяну с разговором об увольнении. Виновата тяжело и работать тяжело. Как распутать? Ему 52, чувствую, будто жизнь ему порушу. Ну, Юля, здесь, конечно же, вам необходимо поработать с собой и со своим комплексом вины и постараться так или иначе его преодолеть. Вот это вот чувство вины, чувство тяжести и так далее. Значит, разберите, пожалуйста. Но прежде всего, вам нужно с ним поговорить как следует и узнать, в чем причина того, что он не справляется с обязанностями. Насколько он осознает то, что он с ними не справляется. Насколько он это отрицает и замыливает, и занимает агрессивную позицию, позицию агрессивного отрицания. Насколько он понимает, что он является каким-то проблемным звеном в вашей компании. Исходя из этого, выстраиваете дальнейшую линию стратегии поведения. Вполне может оказаться, что человек все понимает и он с полным пониманием отнесется к необходимости о его увольнении. В том случае, если он займет агрессивную позицию и будет агрессивно это все отрицать, то вы, увидев эту агрессию, испытаете очень сильное облегчение, ваше чувство вины очень сильно уменьшится, вам будет гораздо легче провернуть вот это вот все. Ну и тут существует масса каких-то промежуточных вариантов. В любом случае, самое главное, чего вам нужно добиться, это преподнести это все таким образом, что все-таки ответственность за увольнение лежит на том, что подчиненные не справляются с обязанностями, а не на вас и не на вашем авторитарном и волонтаристском решении. Значит, это позиция, которую должны занимать вы, и ваша цель это как раз донести эту позицию до своего подчиненного, чтобы он это понимал. В этом случае будет легче вам обоим, вам будет легче его увольнять, а вашему подчиненному будет гораздо легче подкорректировать себя или свои запросы или еще что-то, и, во всяком случае, хотя бы при следующем трудоустройстве учесть вот тот трабл, ту проблему, с которой столкнулся на вашей работе, в вашей эфире. Александр, я смотрю на успешных людей и хочу иметь такие же результаты, но мне не нравятся другие аспекты их жизни. Внутри есть какой-то конфликт, как его решить. В Василии все зависит от того, каковы те другие аспекты их жизни, которые вам не нравятся. Понимаете, что это за аспекты? Если, например, это такие аспекты, что человек успешен за счет того, что он, например, идет по головам, или обладает абсолютной моральной беспринципностью, для него нет вообще ничего святого, то, во-первых, значит, может только порадоваться, что вам эти аспекты не нравятся. Во-вторых, с точки зрения психологии, таких людей нельзя назвать успешными. Они успешны, но относительно, они только социально успешны, и то на очень относительном и коротком промежутке времени. Через какое-то время их успешность сойдет на нет. Потому что успешность носит стабильный характер все-таки только тогда, когда есть и соблюдаются какие-то аморальные принципы. Значит, могут быть и какие-то другие аспекты, которые вам не нравятся. Ну, например, то, что они жертвуют своим здоровьем, или что у них нет своей личной жизни, или что-то еще. Значит, естественно, что в этом случае, если вам именно это не нравится, то тогда вам нужно просто переориентироваться с достижения на какие-то результаты, на какие-то внешние результаты, на достижение внутреннего и гармоничного, и внутри себя устойчивого самоощущения при проживании своей жизни. В том случае, если вам не нравятся другие аспекты их жизни, не заключающиеся, например, в их внутренней дисциплине, в том, что они очень много времени позволяют самосовершенствованию, работе над любимым делом и так далее, то тогда вам нужно задаться вопросом, что вам мешает последовать вслед за ними, и заняться именно вот такими вот практикой, вот таких вот продуктивных усилий. Вот, поэтому все очень сильно зависит от того, какой характер носит этот ваш конфликт, в зависимости от характера, естественно, его решение. Как преодолеть амбивалентность по отношению к родителям-нарциссам? Алина, какую именно амбивалентность вы имеете в виду? Что с одной стороны родители это что-то святое, а с другой стороны родители нарциссы, и, значит, поэтому это очень плохо. Или вы имеете в виду какую-то другую амбивалентность? У меня очень большая просьба. Вот очень много людей задают очень нечеткие вопросы. Вы знаете, в своей терапевтической практике я с этим сталкиваюсь достаточно часто, к сожалению. Человек приходит, задает вопрос, какой-то запрос, и я понимаю, что он толком не понимает, что ему нужно, и чего он, так сказать, хочет. Вот, с одной стороны. А с другой стороны при этом я начинаю с ним разговаривать, как-то общаться, и потихоньку вывожу его на понимание того, каков его истинный запрос. Он может достаточно сильно отличаться от того, который он принес на сеанс, на терапию в самом начале. Здесь, к сожалению, вот так не получится. Вы задаете вопрос, и я, когда проговариваю какие-то уточнения этого вопроса, то я это делаю только с одной единственной целью, просто чтобы вам показать, насколько ваш вопрос эгоцентричен, скомкан и, как это сказать, не направлен на внешнего слушателя, на внешнего зрителя. Потому что такие уточнения, ну, иногда люди умудряются дописывать уточнения, исходя из них, я начинаю отвечать. Но чаще всего они технически очень затруднены. Поэтому я очень прошу сразу же задавать вопрос максимально децентрализованно, для того, чтобы действительно у психолога была возможность, получив этот вопрос, сразу же начать на него отвечать, без уточняющих вопросов. Александр Всегдаля. Паническая атака, нехватка воздуха, закрытое пространство, метро-самолет связанное с психикой. Спасибо. Вы знаете, вопрос очень неоднозначный. Очень. Очень-очень. Ну, наверное, если брать в виду, что вот, ну, прям совсем любую связь с психикой, то, наверное, да, все-таки всегда связано. А другое дело, что эта паническая атака может носить настолько, как бы это сказать, автоматический характер, что там, собственно, самого элемента психики может быть чрезвычайно мало. Но, в принципе, чаще всего те панические атаки, которые вы описываете, то есть связанные с холострофобией, они так или иначе связаны с патологической активацией второй БПМ, второй базовой перинатальной матрицы. И они очень успешно лечатся через перепрохождение этой самой второй матрицы. Вторая матрица, напомню, это ситуация, когда стельки матки активизируются, сжимая плод, ну, для того, чтобы его простимулировать на выход, но при этом родовой канал еще не открылся, воды не отошли. И плод, как выяснили трансперсональные психологи, испытывает вот эти самые чувства панической атаки. Ему кажется, что его сейчас раздавят, задушат, выхода нет, он будет убит, уничтожен. И это абсолютно неизбежно. Собственно говоря, паническая атака, связанная с холострофобией, она происходит, как считается, трансперсональной психологией именно из-за этих переживаний. Но надо сказать, что эта версия работает, потому что, когда я пропускаю человека одержимым вот этой холострофобией, вот этой панической атакой через второй БПМ, то у него действительно это полностью проходит. У меня были случаи, когда я людей, которые годами страдали, там, наверное, боязнь перед лифтом, излечивал буквально за один сеанс с помощью вот именно вот такой вот техники. Но такое бывает действительно не всегда. Здравствуйте, как понять, что психотерапевт помогает правильно? Знаете, по своему внутреннему самоощущению у вас должно возникать ощущение расширяющегося пространства. И внутри себя, у вас внутри как будто бы пространство расширяется. И снаружи как будто бы оно расширяется. То есть, какие-то вещи становятся проще и понятнее, что-то вам становится гораздо легче принимать. Вы начинаете понимать, что вам нужно делать и как вам нужно действовать для того, чтобы успешно решить задачи, которые раньше были нерешаемыми. Неправильно это, когда пациент чувствует, что вот он виноват, что он весь какой-то неправильный, что он весь какой-то недоделанный, что с ним что-то не так. Бывают такие психотерапевты, которые без конца виноват от своего пациента. Я бы в это не мог бы поверить, если бы лично не убедился в этом, выслушивая, рассказывая некоторых моих пациентов, которые пришли от таких психотерапевтов, от таких психологов. Поэтому основной ответ – это качество жизни. Должно поменяться качество жизни. Вы должны просто чувствовать себя гораздо более свободно и при этом гораздо более спокойно. Вся та симптоматика, которую вы принесли психотерапевту, то есть повышенная тревожность, неуверенность в себе, непонимание того, что происходит, пессимистический взгляд в будущее, она потихоньку должна начать исчезать. В некоторых случаях, правда, достаточно резко и быстро исчезает. Так, пожалуйста, подскажите, как вести себя в ситуациях, когда с романтическим партнером возникают нежличностные конфликты, и он сразу отдаляется, уходит в себя, в некоторых случаях разрывает отношения. Но вы знаете, Эльвира, если он разрывает отношения, то я вам советую последовать за его разрывом и больше их не возобновлять. Если этого не происходит, задайтесь вопросом, что вас в нем так сильно привлекает, что даже несмотря на эти достаточно негативные аспекты своего поведения, вы по-прежнему не хотите с ним расставаться. Это что-то может быть очень разным. Это могут быть какие-то очень очаровывающие вас черты его характера, но тогда в них нужно будет смотреться, не является ли это какой-то анартистической приманкой. А это может быть и вовсе даже просто ваш страх перед одиночеством. Если именно он вами руководит, если вы обнаружили, что это именно он, то в этом случае, конечно же, вам нужно без всяких сомнений и колебаний расстаться с таким партнером и уже пойти к психологу решать конкретно именно эту проблему. Что касается вопроса конкретно, как именно вести себя, то, конечно же, нужно начинать с ним об этом говорить. То есть, рассказать о своих чувствах, спросить его о том, по какой причине он себя так ведет, что он чувствует, чувствует ли он ваши чувства, или он их вообще не чувствует, по какой причине он их так игнорит, по какой причине он причиняет вам боль. И смотрите на качество его ответа, на то, как он будет говорить. Если он будет демонстрировать какое-то равнодушие, вот этот вот знаменитый нарциссический тезис «принимай меня таким, какой я есть», да, если этот человек сказал «все, сразу, до свидания, без вариантов», вот, если он будет настаивать на том, что он не собирается и не хочет меняться, и что это вы должны под него подлаживаться, то тогда, конечно, я бы посоветовал вам с человеком расстаться. Если он искренне сожалеет о происходящем и даже просит вашей помощи в том, чтобы вы помогли ему как-то подстроиться под вас, то в этом случае можно попытаться еще как-то продолжить и что-то сделать. Но обычно, вы знаете, вот такие крепкие, прочные, конструктивные отношения, они редко начинаются с каких-то конфликтов, по опыту жизни могу сказать. Вот крепкие отношения редко начинаются с конфликтов, недоразумений и недопониманий. Если такое началось, то, значит, с высокой вероятностью они скоро закончатся. Крепкие отношения, как правило, сразу же начинаются с глубокого взаимодействия и глубокого понимания. Другое дело, что если у вас все сразу хорошо, то это не значит, что все и дальше будет хорошо. Это может быть стадия нарциссической идеализации. Но если сразу возникает проблема, то это, конечно, очень серьезный повод для того, чтобы задуматься. Так, Александр, здравствуйте. Три года назад, по глупости, была у экстрасенсы на приеме. Видимо, были использованы гипнопрактики, так как замечаю на себе остаточное воздействие этого приема. Что почитать, послушать. Молитвы, наверное, вам нужно почитать и послушать. Но если вы замечаете на себе это остаточное воздействие, то я вам все-таки советую сходить к нормальному специалисту и описать ему характер этого остаточного воздействия, в чем он заключается и из чего он состоит. Это может быть результат вашего собственного самовнушения, если вы человек мнительный или относитесь к такому психотипу, как психостеник, например. Но это может быть и действительно ощущение того, что в вашем бессознательном поковырялись и что-то там изменили не в лучшую сторону. В этом случае, конечно же, лучше не бросать это на самотек, не пускать это дело на самотек, а все-таки сходить к специалисту и разобраться с этим. А почитать и послушать с высокой вероятностью вам не поможет, особенно в том случае, если действительно этот экстрасенс что-то с вами такое сделал, какую-то гипнопрактику. Кроме того, еще раз повторюсь, подчеркну, понимаете, если это результат вашей мнительности, то начитавшись и наслушавшись, вы рискуете даже усугубить свою проблему, вместо того, чтобы ее решить. Про холодную терапию НРЛ. Нет, вы знаете, я не слышал про холодную терапию НРЛ, но про себя, по своей практике могу сказать, что вообще-то терапия НРЛ без ретравматизации, причем очень серьезной и глубокой ретравматизации, это просто какая-то, как сказать, это просто имитация, она не действует, она не работает. Причем эта ретравматизация должна идти сразу с двух сторон, это должно быть и воспоминание о тех детских травмах, которые получил нарцисс, которые вы сделали нарциссом, и это должно быть прохождение именно через ту пустоту, и через ту темноту, через ту ночь, внутреннего ядра нарцисса, избегание которой, вот этого ядра, собственно говоря, и делает нарцисса нарциссом. То есть там надо брать это в клещи с двух сторон, заходить на нарциссическое расстройство личности, как это делать холодным образом, я не представляю себе. Но ко мне очень часто приходили нарциссы, с которыми работали вот так вот как-то очень поверхностно, на уровне осознай, и все пройдет. Понимаете, с нарциссами так не работает. Вот это, вот, пожалуй, редкий случай, когда я могу совершенно уверенно сказать, что я не встречал, например, ни одного случая, когда КПТ, когнитивно-поведенческая терапия, помогала бы в терапии нарциссизма. Ни одного и ни разу. И я допускаю с высокой вероятностью, что вот эта вот хайповая волна, что нарциссы не лечатся, она идет именно вот от когнитивных терапевтов, поскольку вот там просто сама вся школа не допускает погружения в такие дебри бессознательного, исцеление которого, собственно говоря, только и может помочь терапии нарциссизма. Так, 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 так. Здравствуйте, мысли о суициде посещать в сложных ситуациях. Это как выход. Как с этим поработать и цепляться за что-то другое? Но, видите, Даша, у вас проблема-то не только в мыслях о суициде, но и в том, что вам обязательно нужно за что-то цепляться. Вот. Значит, что касается проблемы суицида, то она прорабатывается с двух сторон. Сначала, конечно, непосредственно. То есть вы должны просто увидеть, осознать, прочувствовать весь ужас вот этого самоубийства, насколько это кошмарно. Независимо от того, верите вы в посмертное существование Души или нет. Если верите, то тогда это вообще очень наглядно и сильно. Если не верите, то просто представьте себе, как много прекрасных перспектив вы сами себе зарубите, как много боли и горя вы принесете своим близким. Тогда, когда вы осуществите этот акт чистейшего безумия. А второй аспект, это, конечно же, вам нужно перестать испытывать потребность зацепиться за что-то другое и научиться опоре на саму себя. То есть вам нужно научиться опираться на себя, вместо того, чтобы цепляться за что-то другое, как вы совершенно правильно и точно выразились. Вот это вот обучение опоре на саму себя, на свою самость, на пространство своего сознания, оно как раз является наилучшей, наиболее адекватной и успешной терапией суицида. Александр, как взращивать в себе уверенность и умение отстаивать собственные границы после детства с критикующими родителями? Ну, во-первых, вы выбрали очень хороший глагол «взращивать». Это действительно взращивается. То есть это не происходит, а мгновенно и сразу. Пах на ровном месте и что-то вот такое огромное возникло. Потихоньку растить, посадить росточек, смотреть, как зернышко что-то пробивается, поливать, ухаживать, охранять от ветров и морозов и делать так, чтобы оно именно выращивалось. Значит, начать можно, разумеется, с того, что вы делаете, как же это называется, у меня эфир был на эту тему. Фиксация убытков. Вот, да. С фиксации убытков, то есть вам нужно осознать весь масштаб разрушения, который вашими родителями был, вашими критикующими родителями был вам причинен. Вот, и причем делать это нужно так, чтобы самому не накрыться медным тазом от ощущения ужаса, того, что они натворили. Вот, осознание этого масштаба необходимо для того, чтобы начать преодолевать последствия этого самого разрушения. Вот, а на самом деле вот это вот нарушение границ является по большому счету ничем иным, как тем, что вас насильственно оторвали от контакта с самим собой. И все остальное разрушение представляет из себя ничто иное, как последствия этого разрыва контакта с самим собой. Все зависимости, вот эта вся робость, неуверенность в себе и так далее. Это просто последствия разрыва этого контакта. Когда вы это сможете увидеть достаточно четко, вы сможете начать нарабатывать на возвращение этого контакта. После того, как этот контакт... Сначала нужно, чтобы он к вам вернулся, хоть в виде просто какого-то переживания, в виде какого-то опыта. Хороший опытный психолог сможет вам это сорганизовать. После того, как вы получили опыт, вы получили какую-то ориентацию на то, куда и в какую сторону вам необходимо двигаться. Некоторые двигаются с помощью медитативных практик, некоторые с помощью каких-то усилий по жизни. Тут каждый решает этот вопрос индивидуально и персонально. Ну, в общем, укрепление вот этого контакта будет одновременно и укреплением, и развитием способности отстаивать границы, и одновременно и взращиванием в себе уверенности. А сами по себе самостоятельно, просто как какие-то технические навыки, вам это очень слабо поможет. Невроз в основе – это страх вышестоящих, по нашему мнению, лиц и позиция ребенка. Можете дать краткое пояснение, как с этим работают. Невроз – это когда психика не справляется с каким-то, ну, хотел сказать, стрессом, потом подумал, что очень часто невроз как раз воспринимает любое обстоятельство, даже самое мирное, как стресс. Значит, страх вышестоящих, по нашему мнению, лиц и позиция… Страх, видимо, перед вышестоящими лицами и позиция ребенка. Вы про что спрашиваете, агент? Я вот не совсем понимаю. Про то, что такое… Вы спрашиваете про то, что такое невроз, или про то, каков невроз страха перед вышестоящими, и что такое страх вышестоящими, или вы просто опечатку сделали перед вышестоящими. Поэтому здесь, как бы, несколько вариантов вопросов, несколько вариантов, соответственно, ответов на ваши вопросы. В основе любого расстройства и травмы событий, и травмы страх небытия, страх смерти эго. Да, это действительно так. Вот с этим я могу… Редкий случай, когда я могу согласиться однозначно и безоговорочно. Соответственно, исходя из этого, и терапия строится, да, то есть нужно входить в контакт с этим своим небытием, которое оказывается именно небытием вашего эго. Тема очень большая, очень глубокая. На нее можно говорить достаточно долго, про страх смерти эго. Может быть, когда-нибудь даже сделаю вебинар, потому что там, ну, очень много тонкостей, нюансов и настоящей подлинной неподдельной глубины. Александр, при стрессе организм включает защитную реакцию, радость, смех, юмор. Подскажите, это норма или отклонение? А именно при стрессовых ситуациях на поддом идет, как будто откат внутри. Ну, вы знаете, это очень сильно зависит от того, каков характер вот этой радости, смеха и юмора. Если они носят какой-то натужный, вымоченный характер, то тогда это действительно вот такая вот, какая-то неправильная защитная реакция, это действительно отклонение. То есть, это невротическая реакция. Судя по тому, какое вы дополнение затем задаете, именно при стрессовых ситуациях, но потом идет как будто откат внутри, то это, по всей видимости, именно так. Но в том случае, если вот этот юмор и радость и смех носят внутренний свободный и расслабленный характер, то тогда как раз это, можно сказать, что самый лучший способ реакции на стресс. Поэтому здесь я бы вам посоветовал ориентироваться не на внешний характер реакции, что это смех, юмор или еще что-то, а на уровень своей внутренней расслабленности. Если вы при этом внутри себя продолжаете оставаться напряженным, то тогда это действительно какая-то невротическая защитная реакция. Если вы при этом расслаблены и раскрыты, но в таком случае у вас не должно происходить вот этого самого отката внутри. Так, здравствуйте, почему нет никаких чувств у взрослых детей старше 30 к родителям, они как чужие люди, как соседи? В чем причина и надо ли с этим что-то делать? Я знаю очень много случаев, когда у взрослых детей старше 30 к родителям очень сильные и очень глубокие чувства. Поэтому то, что вы говорите, ни в коем случае не является каким-то правилом. Значит, почему нет, с этим надо разбираться, по всей видимости, какие-то накопленные обиды и претензии, либо какой-то нарциссический кокон, который родители вырастили по отношению к детям. То есть это просто накопившаяся критическая масса ошибок, которые они допустили при их выращивании. Таким образом к ним возвращается. Каким образом? Ну, это относится к формированию, к вопросу о формировании нарциссического кокона родителями своим детям. Один из таких способов формирования, например, когда родители очень много делают для детей, но совершенно никакой благодарности, никакого фидбэка от них не требуют и не рассказывают им, как много они для них сделали усилий, чтобы вызвать у детей какое-то осознанное чувство благодарности. Дети привыкают воспринимать все как должное и потом эта привычка очень часто кладется в основание формирования нарциссического расстройства личности. Понимаете? То есть вот к многочисленным, перечисленным в других источниках способов формирования НРЛ я могу добавить вот такой вот способ, который я открыл в процессе своей терапевтической практики. И надо сказать, что он в каком-то смысле носит даже более распространенный характер, чем другие. Там какие-то травмы, требования, родители нереалистические и так далее. Вот просто родители вели себя очень пассивно и занимали такую пассивную позицию, типа мы для него все сделаем, а он сам это все поймет и разберется. Не поймет и не разберется. В итоге вы встретитесь именно с той реакцией, которую вот вы сейчас описываете и про которую спрашиваете. ну что ж, друзья, давайте сделаем так. Так, я еще отвечу на пять вопросов, хотя я уже очень сильно больше времени отвечаю, но это будем считать, что такое мое извинение, такой мой пардон за вот эту техническую накладку. мистическую ересь. И после этого мы будем с вами расставаться. Так, запишите видео, как победить боязнь, темноты или легкий страх. Это нормально, чтобы не тянуло в мистическую ересь. Ну, видите, тут у вас вот это вот, ваше пояснение очень часто как раз оказывается важнее, чем сам вопрос. Что это за мистическая ересь и что она из себя представляет. Мистическая ересь это, как правило, какие-то проекции коллективного бессознательного, которые, да, на ровном месте не возникают. И очень часто оказывается, что за вот каким-то страхом темноты скрываются куда как более серьезные проблемы. Которые просто проявляются в виде вот этих вот самых проекций, которые вы здесь изящно назвали мистической ересью. Так, Александр, не планируете ли психологические проекты в Алмате, Казахстан? Спасибо за вопрос, Ксения. Вы знаете, пока не планирую, но как только что-то подобное возникнет в планах, то я, конечно же, обязательно об этом сообщу отдельно. Вот. Казахстан вообще у меня самые теплые чувства. У меня много пациентов из Казахстана, с которыми я работаю онлайн. И, конечно же, я буду очень рад побывать в Казахстане лично и ознакомиться с этой прекрасной и замечательной страной. Так. Здравствуйте. На работе относятся как к плохому сотруднику, хотя работаю хорошо. Постоянно придирается, за малейшие ошибки стучат по голове, а за те же косяки коллег не ругают. Как объединить ситуацию? Юлия, вам нужно понять истинную причину такого отношения, в чем она заключается. Но эти причины могут быть очень разными. Например, если в качестве такой причины то, что на ваше место уже планируют поставить родственника, то вам очень трудно будет что-то с этим сделать. Практически ничего. Просто начинайте искать другое, новое место работы. Вот. А если в качестве этой причины какая-то субъективная настройка начальника, ну попробуйте подойти и поговорить. Попробуйте эту проблему как-то описать. Попробуйте вообще выслушать позицию мнения начальника. Что он вам скажет? И самое главное, как он будет это говорить? Насколько он будет это делать агрессивно? Насколько он сразу взорвется в раздражении? Если взорвется, это будет означать, что он чувствует свою пристрастную позицию, но не желает ее менять, не желает с ней что-то делать. И в принципе вам нужно просто понять, с какой целью это делается. Понимаете, цели может быть, ну по большому счету две. Это либо сделать из вас козла отпущения в коллективе, либо просто добиться вашего увольнения. Ну там какие-то варианты. И исходя из этого просто выстраивать свою дальнейшую линию поведения. В принципе, я бы вам посоветовал, так сказать, начать этот поиск. Еще один вариант, который может быть, может заключаться в том, что дело в вас и в тех проблемах, которые есть у вас, но на которые у вас имеется слепое пятно. То есть вы их сами в себе не осознаете, не видите, не чувствуете, а люди реагируют именно на них. Вот такой вот вариант носит, к сожалению, достаточно распространенный характер. Здесь, конечно, будет крайне желательно найти непредвзятого человека, которому вы доверяете и немножко его пора спрашивать именно в эту сторону. Сможет ли он вам что-то подсказать и указать что-то из серии вот этого третьего сорта проблем. В этом случае, в каком-то смысле, это будет очень неприятно для вашего эго, когда поймете, что дело в вас, а не у них. А в каком-то смысле это будет очень good news, потому что это будет означать только одно, что вы в состоянии взять ситуацию в свои руки и исправить ее наилучшим для себя образом. Как построить отношения? Встретить любовь, если без отношений 10 лет. Очень хочется, но не можется. Но здесь, Анастасия, ключевое слово то, что вы без отношений 10 лет. И еще ключевое слово очень хочется. Надо узнавать, почему не можется, по каким причинам. Вот хочется, какие-то попытки вы форматируете или нет? Или вам хочется как-то пассивно и абстрактно? Вот хочется, чтобы принц встретил и меня заухаживал у смерти, как в песенке этой Данилка, по-моему, Верки Сердючки. Нужно просто сначала, конечно, встретить, то есть переживать приятности по мере поступлений. Сначала встретить человека, с которым вы бы хотели эти отношения построить. А уже после того, как вы встретились и сошлись, уже задаться вопросом, как их построить так, чтобы они лежали на какой-то долговременной и прочной платформе. Имели под собой какой-то прочный фундамент. Но судя по тому, что вы сказали, без отношений 10 лет, явно за этим кроется какая-то серьезная психологическая проблема. Если у вас на нее слепое пятно, вы ее не чувствуете, не ощущаете, то вам нужно сходить к психологу и узнать, в чем эта проблема заключена, и попытаться в своей помощи ее решить. Здравствуйте. Не является ли разотрождествление собственным «я» в неприятной ситуации? Я наблюдаю издалека и не вовлекаюсь психологической манипуляцией над самим собой и уходом от своих истинных чувств. Это называется деперсонализация. Это защитный механизм, возникающий как реакция на стресс. И это именно уход от каких-то не истинных, а, так скажем, очень разрушительных чувств, с которыми вы чувствуете, что не можете справиться. И таким образом, с помощью вот этого деперсонализации, вот этого разнесления, избегайте контакта с ними. Проблема, ну, она может быть и достаточно легко, просто решаемой, но редко. Гораздо чаще это серьезная проблема, которую без помощи специалиста разрешить будет нереально. Поэтому я вам рекомендую обратиться к психологу. Так, ну что, наверное, можно задавать последний вопрос, в смысле, зачитывать и после этого будем завершать эфир. Подскажите, пожалуйста, как людям с гиперответственностью избавиться от нее? Почему, будучи взрослым, продолжать придерживаться этой модели поведения? Как избавиться от ответственности за своих родителей? Ну, Илья, для того, чтобы от нее избавиться, нужно, прежде всего, понять, по какой причине вы эту ответственность приобрели. В чем причина приобретения этой ответственности? Это манипуляция ваших родителей, то есть они вам насильственно навязали вот эту вот ролевую инверсию, да, и они вошли в эго-состояние ребенка, навязав вам эго-состояние родителя. Или это ваши собственные какие-то внутренние проблемы вынудили вас приобрести именно вот такую вот модель поведения по отношению к своим родителям. Вот, значит, первый шаг на осознание о том, что у вас есть эта проблема, вы уже сделали, прекрасно, превосходно. Следующее, что вам нужно будет сделать, это просто чувствовать какое, какого рода, где, в каком месте напряжение, именно напряжение. Потому что оно как раз лежит в основании гиперответственности, собственно говоря, управляет вами и не позволяет вам отказаться от этой поведенческой модели. После того, как вы почувствуете это напряжение именно как напряжение, дальше можно будет перейти уже к практикам расслабления этого напряжения. Таким образом, изнутри где-то вот ядро вот этой проблемы расслабив и, как сказать, дав возможность ему сжаться, вся остальная конструкция постепенно начнет туда проваливаться и вы через некоторое время обнаружите, что вам уже становится все легче и легче избегать вот этой вот гиперответственной модели поведения. Ну что ж, дорогие друзья, я был очень рад с вами сегодня повидаться и еще раз приношу извинения за эту техническую траву, за эту неурядицу. Свет отключили вот буквально во всем районе, поэтому было очень трудно сориентироваться. Большое спасибо вам за то, что вы остались, большое спасибо за то, что мы продолжили нашу встречу и смогли ее довести до победного конца. Значит, буду очень рад снова встретиться с вами в следующий раз на следующем прямом эфире. Всего вам доброго, всех благ и берегите себя. До свидания.